Подготовительные этапы мы закончили, теперь будем настраивать наши подчиненные узлы на связь с сервером. Сразу же создадим тестовую среду, и в этой тестовой среде создадим тестовый сценарий, самый простой для работы с самыми такими базовыми функциями Puppet. Тут все уже становится намного интереснее, потому что если идти по официальной документации Puppet, то можно совершенно запутаться. Там подряд идут уже серьезные настройки, без разделения по тому, что лучше делать в начале, что нужно делать в конце. Поэтому мы сейчас с вами уже начинаем составлять наш отдельный полезный мануал. Сразу нам придется выполнить кучу действий, но все это действие небольшие. Мы будем создавать тестовую среду, и в этой тестовой среде первые наши манифесты. По сути, мы будем решать следующую задачу. Мы будем устанавливать пакет на наших клиентов. Если нам до установки Puppet, для того чтобы установить пакет, нужно было подключиться на каждую удаленную систему, и там установить и скачать нужный пакет, то теперь мы один раз создаем манифест, и наши Puppet сами приходят на сервер, забирают этот манифест и применяют его. То есть даже если у вас один сервер, вы уже экономите время, вам не нужно подключаться на удаленную систему и ее настраивать. Более того, так, наверное, даже будет сделать удобно, если вы администрируете какие-то Linux, пусть даже не идентичные, удобнее управлять ими при помощи манифестов. Потому что даже если вдруг этот пакет повредится или удалится на удаленной системе, при следующей же синхронизации Puppet этот манифест опять применится, и пакет вернется на место. То есть, как обычно, красным у меня выделены те действия, которые мы выполняли раньше, синим те действия, которые будут выполняться теперь. У нас будет происходить очень такая хорошая, колоссальная, я бы сказал, экономия ресурсов. Начнем все настраивать с нашего сервера, который у нас называется DevOps. В прошлый раз мы проверяли, верив свою Puppet, и увидели то, что у нас установлен Puppet 481. Тут может уже сразу начаться путаница, потому что вот этот вот вывод, он выводит нам версию агента. Версия сервера у нас совершенно другая, у них другая нумерация по серверам. Проверить можно командой Puppet Server, и тут точно так же версия. Мы видим то, что версия сервера 2.7.2. Пугаться не стоит, это последняя версия сервера, и вам нужно ее знать, если вы решите сами покопаться в документации. Я ссылки, как обычно, дам. Значит, мы сейчас с вами взглянем на наш основной файл конфигурации. ETC Puppet Labs Puppet Puppet Conf. Ничего менять не будем. Здесь есть куча у нас дополнительных настроек для мастера. Нас интересует CodeDeer, потому что он может отличаться в различных версиях операционных систем, в различных версиях Puppet сервера. В нашем случае это ETC Puppet Labs Code. В прошлых версиях это вело куда-то в опт. Мы будем часто ходить по этому пути, поэтому нам лучше его запомнить. Итак, если перейти в этот ETC Puppet Labs Code, мы увидим то, что здесь есть несколько подпапок. Нас в данном случае интересует Environments, или среда. Переходим в эти самые среды, и я вижу то, что у меня есть только одна среда по умолчанию, это Production. Я не хочу работать со средой по умолчанию Production, и вам не советую, поэтому лучше создать сразу тестовую среду. Скопируем рекурсивно со всеми директориями нашу среду Production. Пустую новую папку, которая у нас сразу создастся, тест. Проверяем, и видим, что теперь у нас есть две папки Production и тест, который содержит в себе все то же самое, что содержит Production, потому что мы скопировали рекурсивно. Нам бы сейчас по-хорошему нужно посмотреть, что у нас входит в эту среду тест. Для этого есть хороший пакет 3, но он по умолчанию у нас, как всегда, не установлен. Мы его один раз установим вручную, а потом на все наши системы будем устанавливать его через тот самый манифест, который сделаем к концу занятия. Устанавливаем 3. И теперь, когда он установился, мы можем поглядеть, что у нас находится внутри директории теста. И видим то, что у нас здесь есть файл конфигурации, есть данные и иерархии, которые нам сейчас вообще никак не нужны, есть манифесты, есть модули. Всего этого нам знать не нужно, нам нужно только привести в порядок содержимое вот этого самого среды теста. У нас внутри среды теста содержится конфигурация environment.conf. Я думаю, это неправильно, некорректно, поэтому мы ее с вами сейчас переименуем. Скажем, move environment.conf в test.conf. Если мы с вами поглядим сейчас в этот самый тест.conf, мы ничего особенного не увидим, потому что тут мы можем назначать какие-то отдельные параметры, которые будут переписывать глубже параметры, которые означены в манифесте. Сейчас у нас здесь все закомментирует, нас это устраивает, мы понимаем, что этот файл у нас никак нигде вообще не применяется на данном этапе. Перейдем в папку с манифестами. Сейчас в ней ничего нет и создадим новый пустой манифест. Манифест у нас должен оканчиваться на... Ну, должен как-то называться, в моем случае я назову его посреди, и оканчиваться на буквой pp. В манифесте можно описать кучу различных ресурсов, очень много различных интересных настройок. Мы сейчас делаем с вами очень просто. Мы просто повозимся с ресурсом пакет. Я вам сейчас все настройки по этому ресурсу дам. Очень он просто описывается. Мы просто пишем пакет, package. Дальше мы пишем имя пакета. Нам нужно открыть фигурную скобку и закрыть фигурную скобку для этого ресурса. Между фигурными скобками у нас будут обозначаться все настройки для пакета. И я скажу, чтобы пакет с именем 3, двоеточие, находился в состоянии иншу равно стрелочка больше, такая получается стрелочка, инсталт. То есть этот манифест будет говорить узлам перейти в такое состояние, в котором пакет под именем дерева будет установлен. То есть в манифестах пакета мы с вами описываем желательное состояние системы и все подчиненные узлы к этому желательному состоянию системы сами себя приводят. Мы просто говорим, что нам нужно, чтобы пакет дерева был установлен. Тут есть много статусов. Можно сказать, какие пакеты мы хотим удалить, с каких пакетов мы хотим обновить. И вообще очень-очень много критериев для этого package. Существует. Документацию я вам дам. Вот так вот просто выглядит базовый манифест. Сохраняю. И теперь нам пора идти на агенты. Начнем, наверное, с Ubuntu. У нас есть на Ubuntu наш файл конфигурации пакета. Мы сюда зайдем сейчас вручную, чтобы немножко его поредактировать. А я думаю, уже со следующих занятий вообще перестанем ходить на конечные системы, потому что конечные системы сами автоматически будут забирать все настройки с пакета. Я захожу сюда только, чтобы указать то, что у меня среда теперь не production, которая у нас была по умолчанию, а я напишу то, что environment у нас. Environment. Теперь тест. Я создал в папке environments на Puppet сервере каталог тест. И вот этот каталог тест я здесь указываю как среду по умолчанию. Также должен отметить то, что у нас, например, агенты забирают настройки с Puppet сервера раз в полчаса. Вы можете этот интервал изменить. Например, сказать runinterval. У меня, например, стоит раз в день, можно сказать, допустим, каждый час. Можно указать в секундах, минутах, в чем угодно. Опять же, все вот эти вот настройки Puppet.conf я вам прошу мануал, сможете почитать. Сейчас нам достаточно вот этих настройок. Можно даже вот этот вот час не менять. Сохраняю изменения. И сразу пытаюсь эти изменения применить, чтобы не дожидаться, когда пройдет полчаса. Давайте, кстати, сразу проверим, что у меня пакет 3 не установлен на эту пункт. 3. Не установлен. Говорю принудительно синхронизируйся с сервером сейчас. Он подключается к серверу, находит то, что у него теперь используется environment test, находит версию каталога, которую он должен применить, и говорит то, что package3insure created, создан пакет 3. За 4 секунды он уже установил, нашел и все сделал. Делаю 3, и 3 у меня установлено, показывает содержимое моей домашней папки SEMAEV. То есть единственное, что мы сейчас с вами сделали, это добавили в Puppet.conf информацию о том, в какой среде теперь находится вот эта моя машина UBSRV. Дальше в течение получаса от момента последней синхронизации у меня бы уже этот Puppet-манифест применился, и пакет был бы установлен. Теперь пойдем на CentOS. На CentOS нам тоже нужно один раз вручную указать, какая у нас будет использоваться среда по умолчанию. Вместо production у нас опять же тот же самый environment test. Тут я не буду менять интервал, с которым он будет синхронизироваться. И опять сразу я могу применить этот манифест, не дожидаясь получаса. То есть нам не нужно даже обращать внимание, где какие системы работали с пакетом, где yum, где apt, где что. У нас просто один раз описывается ресурс, и мы видим, что этот ресурс применился, и пакет 3 работает, и опять он мне показал содержимое домашней папки моего пользователя root. Итак, мы сейчас с вами создали тестовую среду, и для этой тестовой среды создали простой базовый манифест, который берет пакет 3 и приводит его в состояние установленного на всех тех системах, в которых указано, что они находятся в среде теста. Тем самым представьте, сколько вы себе сэкономите времени, если у вас там, не знаю, 5-10 веб-серверов или куча серверов баз данных, или просто у вас есть какие-то серверы, которые находятся где-то за какими-то VPN-ами, и вместо того, чтобы на каждый из этих серверов подключаться и вручную что-то ставить, вы один раз создаете манифест, и этот манифест применяется на всех тех машинах, на которых вы хотите, чтобы он применился.